Когда президент делал послание Белорусско-Народному национальному собранию, мы также обратились к президенту с посланием. Но уже прошло более полтора месяца, мы так ответа не получили. Теперь мы опять написали по этому поводу президенту, что его чиновники нарушают закон и нас игнорируют граждан. Хотя президент должен стоять на страже даже той же законности в стране. И более того, он должен, как согласно Конституции, влюсти интересы граждан. А у нас, как выходит, президент влюет интересы кучки своих чиновников. И когда мы обратились к Екапсуну на премьер, чтобы он как помощник президента передал ему о том, что коллективное обращение граждан игнорирует все его же чиновники. И нам прислали из Мингресс-полкома ответ за подписью управляющими делами. Капсон, конечно, решил сам не подписывать, но не еще нужным. Такие уж мы важные граждане в этой стране. И написано, что у Мингресс-полкома рассмотрено ваше обращение от 8.06.2015 года по вопросу записи вас на личный прием к помощнику президента Республики Беларусь главному инспектору по городу Минской Акапсуну. И по существу сообщаем следующее. В соответствии с пунктом 2 ст. 6 закона Республики Беларусь об обращении граждан и юридических лиц вам отказано в личном приеме. В связи с тем, что в 2012 году и в 2014 году администрация президента Республики Беларусь с вами была утрощена переписка. В случае не согласен с данным ответом в соответствии со ст. 20 закона вы имеете право обжаловать его в судебном порядке. Но мы не обращаемся по своему какому-то личному делу. Мы обратились коллективно за коллектив, где подписи поставили 37 человек. Получается, что чиновники, вообще чиновники, в нашей власти, никто вообще не знает закон. И не знает ни закон, конституцию, как мы поняли, вообще не знают. Или, может быть, знать не соблюдают. Ну и также остальные, даже директивы президента. Поэтому вот мы сейчас опять обращаемся к президенту с новым письмом. Вот, те же граждане также подписывают данное письмо. Очень меня удивляет то, что перед выборами президента, получается, как бы президент страны даже не обращает должное внимание на проблемы граждан. Наши проблемы, я вам скажу, что, в принципе, они все решаемые. И отказываться их решать, да, еще в преддверии выборов, это вообще даже как-то странно и вызывает недоумение. И вы знаете, что больше всего удивляет, когда на все наши вот заявления нам чиновники всегда давали ответы, что все наши, как бы, дела, там гражданские уголовные все рассмотрены, все согласно закону там и так далее, что дали ответ по существу. На самом деле, мы уже один раз как-то высылали президенту посылкой наши ответы по нашим делам чиновников. Там была посылка, думаю, есть килограмм. И вы знаете, что ни в одном ответе вообще, то есть их, может быть, не ответы, это отписки, нет ответа по существу. Потому что по существу это дать надо ответ на каждый факт, который указывается в жалобе заявителя, да, а там просто пустые, ничего не значащие фразы. И вот, видите, чтобы нам не давать ответ по существу, у нас просто наши все заявления, послания, обращения в зеленые революции чиновниками. Но мы будем продолжать дальше. Добиваться ответов по существу. И согласно Конституции, именно согласно 40-й статье Конституции, может, дай Бог, чиновники вспомнят. И также, я думаю, что может вспомнить уже президент, что есть народ, есть Конституция, надо как-то блюсти. Продолжение следует... Продолжение следует...